13.05 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, напротив меня, член общественной палаты Кировской области, историк, автор одной из наших программ, сделанной в Вятке, Антон Косанов. Антон, добрый день. Добрый день, Слава. И вот так вот я вернула автор одной из наших программ. Ну, напомню, кто еще, я не знаю, может быть, не в курсе, хотя мне кажется, уже все в курсе, что это еще и автор проекта «Пешком по Вятке». Итак, часто ли ты пользуешься таким сервисом, как триподвизор? Ну, лично я могу сказать откровенно, что я вообще никогда не пользуюсь. Ну, безусловно, я знаю, что это такое, знаю, что это один из самых популярных мобильных интернет-сервисов, и что он распространен там и в России, и не в России, это совершенно очевидно. Но просто все исходит из личных каких-то позиций жизненных, да. Так получилось, что если я куда-то езжу, то это поездки примерно в одни и те же города, по крайней мере, последние какие-то годы, поэтому у меня просто не было прикладной надобности в том, чтобы им пользоваться. Чтобы узнать какие-то мнения. Да, в принципе, к тому же обычно в этих городах есть какие-то знакомые, вот, в том числе я дружу с различными авторами экскурсионных проектов, историками, и что они мне подсказывают. То есть ты напрямую действуешь? Больше люблю такое сарафанное радио. С живым людям. Ну, вообще-то триподвизор это тоже вроде бы как сарафанное радио, просто оформленное в интернет-площадку, да, потому что он собирает отзывы живых тоже людей, просто нам незнакомых. Ну, ты понял, конечно, к чему я задаю этот вопрос, не просто так, а радуюсь за девятое место нашего города в топ-10 российских городов по версии этого сервиса, то есть в топ-10, которые следует посетить. Все, наверное, в фейсбуке перепостили эту новость радостную. Ну, как же мы в одной десятке с Санкт-Петербургом? Как ты к этому относишься? На самом деле, вообще, это, на мой взгляд, достижение, потому что действительно развитие туризма, туристического отрасли и всех аспектов, которые с ним связаны, последние годы, очевидно, что оно идет. Причем оно идет очень интенсивно, и я часто говорю, что если вспомнить, что было 10 лет назад, то никакой ни дискуссии, ни конкретных прикладных действий по этому направлению, ну, я бы не сказал, что не осуществлялись. Конечно, работа, безусловно, велась, но она велась на другом уровне, то есть никто не будет спорить с тем, что за последнее время удалось эту работу поднять на качество новый уровень, на новую высоту, и, на мой взгляд, вот уже это есть какие-то плоды данной работы. Хотя, конечно, эта работа, она не имеет каких-то точных временных рамок, да, и все результаты, они будут видны в такой долгосрочной, я бы так сказал, перспективе, потому что туристы, если говорить про них, это живые люди, и они постепенно для себя открывают новые города, новые какие-то жизненные пространства, у них возникают новые предложения, которые формируются, в том числе, за счет интернет-площадок и за счет сарафанного того же радио, потому что, если, действительно, мы имеем какой-то качественный продукт, интересный город, интересный туристический объект, то об этом становится известно, это всем очевидно. Поэтому, на мой взгляд, это уже такой промежуточный, можно так сказать, результат, полагаю, что ему можно вполне доверять, потому что авторитетный сервис, вот. Что касается именно практических вопросов, да, когда я шел на эту передачу, вчера, когда узнал о том, что этот вопрос будет обсуждаться, я поспрашивал своих знакомых, которые много путешествуют, они говорят, что да, они этим сервисом пользуются, и, в общем-то, никто не ставит под сомнение то, что это, действительно, достаточно значимый инструмент для того, чтобы сформировать представление о своей будущей поездке. То есть к этому имеет смысл относиться серьезно и оценивать это как, действительно, какое-то достижение? Ну, я могу сказать, что вообще интернет, площадки и мобильные сервисы, в принципе, они сейчас очень активно развиваются, я могу сказать, что еще в прошлом году, когда я работал в Центре развития туризма, было приложение Топ Триптип, которое от Ростуризма, и тоже широко распространено, и тоже мы координилили работу по внесению туда информации о Кировской области, о туристически привлекательных местах. В общем-то, на мой взгляд, это результат планомерной работы, а не какая-то случайность. А, вот как. Вот в чем дело. Да, ну тогда, действительно, это важно. Ну, вот на нашем сайте, под новостью этой, мы тоже ее, конечно, напечатали, один из пользователей оставил следующий комментарий. Обычно считают, сколько денег туристы оставили в городке, и тогда уже говорят о привлекательности. Но нам денег, видать, не оставили, только отзывы. Ну, дальше он пишет, хорошие ли хоть отзывы-то, ну, раз мы в Топ-10, то хорошие, видимо. Ну, вот как ты относишься к такому комментарию? На мой взгляд, да, есть причинно-следственная связь, да. То есть, отзывы, это не просто в данном случае какие-то бессмысленные награждения букв. Да, то есть, отзывы рождают в дальнейшем желании человека съездить сюда и вложить, естественно, деньги. То, что касается денег, то, на мой взгляд, Кировстат, он подсчитывает количество денег, которые были вложены в туристическую отрасль. То есть, сколько заработали гостиницы, туроператоры и так далее. Все это можно посмотреть, посчитать. Каждый год издаются специальные статистические сборники. И это будет, на самом деле, обзорка работы уже. И это можно посмотреть, да, то есть, динамику можно проследить. Поэтому, как бы, автору комментариев, я предлагаю просто сходить в библиотеку имени Александра Ивановича Герцена и посмотреть на статистику. То есть, если мы видим здесь какое-то развитие, динамику, то ее можно отследить, соответственно. Ну, и вообще считаю, что все отзывы, в данном случае, на таких порталах, они играют действительно достаточно важную роль. И это не пустословие. То есть, за этим уже будут стоять дальнейшие действия. Но, что касается денег, да, деньги всегда важны. Но посмотрим в дальнейшем, будут ли увеличения роста инвестиций и вложений в туризм именно со стороны тех людей, которые будут приезжать. Потому что эти люди всегда оставляют деньги. Но могу сказать, что, например, в прошлом году мы смотрели количество гостиниц, которые было в начале года. Ровно год назад было 85 гостиниц в городе Кирове, насколько я помню. То есть, там тоже по динамике было увеличение. Не знаю, как сейчас, с ростом, там, кризисных явлений. Но, на мой взгляд, 85 гостиниц тогда это было достаточно много. Они почему-то совершенно разные. Ну, что касается денег, которые люди оставляют, приезжая в города, или намерены приехать, чтобы их там оставить, понятно, если они туристы. Очень активно обсуждался и на этой неделе этот вопрос, и на прошлой. Это презентация росписи под кукарское кружево, да, с элементами кукарского кружева в городе Советске. Это презентация, которая была представлена клубом маркетологов на соответствующем совете в министерстве профильном. Вызвала очень много различных мнений. Но, не знаю уж, к сожалению, или это объективно так, или это эмоционально так. Наши спикеры, которые сюда приходили, в общем, высказывались либо нейтрально, либо, в общем, отрицательно достаточно. Не к самой идее, а к тому, что это может являться элементом, который привлечет людей в город Советск. Что ты по этому поводу скажешь? Для меня вообще росписи на торцевых частях домов, какими-либо красивыми рисунками, картинами и так далее, у меня вообще эта идея привлекательна. То есть, например, я в последний раз был, когда в Москве, видел, что эта идея там получила очень широкое распространение. Причем из самых разных рисунков, от патриотических, то есть самый известный, это портрет маршала Жукова на Арбате, на Старом Арбате, до каких-то новых модерновых рисунков с примесью современного искусства. То есть, это совершенно разное. Там есть и на Покровской улице нарисовано Крым, какие-то виды. Все это очень оживляет городскую среду. Я все-таки сторонник того, чтобы городская среда, она оживлялась, и чтобы люди в своей поседневности, они смогли выйти за рамки той серой обыденности, которая есть. Потому что гуляя по улице, ты всегда обращаешь все равно внимание на окружающее пространство. На мой взгляд, такие росписи, они для меня лично играют достаточно важное значение. Я очень люблю современное искусство его применения в городе. Хотя, конечно, это очень тонкий вопрос, где можно, где нельзя. Например... И что назвать искусством, а что нет. Да, это вообще вопрос эстетики. И насколько привлекательный. Это вопрос эстетики, вкуса. То, что касается росписи домов, в принципе, мне эта идея нравится. Другой вопрос, что там будет нарисовано, на каких конкретно домах. Потому что недавно, например, я общался с журналистом одной из популярных кировских изданий. И обсуждалось то, что хотят и в нашем городе, тоже в городе Кирове, разрисовывать некоторые торцы домов. Но тот рисунок, который мне прислали, он, извините, достаточно кислотный. То есть я не имею ничего против современного искусства и самых даже радикальных направлений. Но, на мой взгляд, это не очень. Это в стиле такого популярного сетевого художника Александра Лаврентьева. Вот работник вашей радиостанции, Рассохин Александр, любит его творчество. Саша, который был только что в эфире. На самом деле, интересный художник, у него очень нестандартный взгляд. Но я бы не стал его рисунками разрисовывать торцы домов. То есть, наверное, к этому стоит подходить очень сбалансировано. Потому что, все-таки, любое изменение городской среды, оно всегда несет очень важные последствия для жителей города, но и в туристическом отношении тоже. Да, а если мы вернемся к городу Советскую, представленной клубом маркетологов презентации, ты видел ее, наверное? В общих чертах я, да, видел ее. Вот такие версии тебе нравятся? Ну, мне кажется, что идея достаточно интересная. Просто весь вопрос реализации, согласования, то есть, на какие это будет делаться финансовые средства. Что значит, идея достаточно интересная? Просто пускай будет поярче, или это действительно привлечет туристов? Вопрос того, привлечет это туристов или нет, это вопрос очень сложный. Я не могу сейчас сказать, да, это привлечет туристов 100%, или нет, не привлечет. Это может быть один из тех механизмов, которые могут помочь туристам приехать в Советск и что-то для себя там новое открыть. В принципе, это можно рассматривать как один из таких своеобразных методов, что в городе Советске появится еще один привлекательный какой-то объект. Почему бы нет? А не привлекательные те, которые были в презентации? Те, которые были в презентации, они достаточно любопытные. Но каждый турист оценит сам для себя, потому что у разных людей разные уровни мировоззрения. Но он может, этот объект, разрисованный, стать, в принципе, одним из тех объектов, которые привлекут внимание туристов, они будут это обсуждать и так далее. Ну, насколько мы знаем, клуб маркетологов, кроме вот просто эскизов домов с такими торцами, да, с элементами, разрисованные с элементами кукарского кружева, целый комплекс предложений, на самом деле, да, выставлял. То есть это и сувенирная продукция, и акцентировали на том, что нужно развивать сам промысел, как-то его продвигать. То есть это один лишь из элементов. Скажи, пожалуйста, ну, то есть это имеет смысл, наверное, когда вот в комплексе. Скажи, пожалуйста, кто тогда, вот если тебе эта идея нравится, кто тогда должен браться и реализовывать эту идею? Кто ответственное лицо или группа лиц? В данном случае я так вижу, что это такое частного государственное партнерство, я так понимаю. То есть с инициативой выступает какая-то общественная организация, если так можно назвать. То есть это неформальное объединение, но поскольку они это представляют на уже рассмотрение государственных органов, соответственно, государственные органы решают, насколько это уместно. То есть здесь эта идея проходит через своеобразные фильтры, и я думаю, что в итоге будет принято какое-то взвешенное решение, поскольку все-таки в туристической области сейчас есть специалисты, я думаю, что они будут привлечены к этому. Пусть ко всему уже скоро в городе Кирове, насколько я знаю, в апреле пройдет семинар, сюда приедут тоже люди, которые разбираются в туристических вещах, брендированные и так далее. Что это? Должен произойти, насколько я знаю, такой семинар для людей, чтобы... Целью обучения туристическим различным расчетам. А кто организаторы? Организатор Центра развития туризма и министерства. А, то есть это по линии правительства? По линии правительства. Поэтому я думаю, что найти специалистов здесь не представляется сложным. Там будут какие-то настоящие кейсы решаться, чтобы люди могли разработать... То есть я знаю про это мероприятие в общих чертах, да, то есть тоже пригласили поучаствовать там в качестве слушателя, да, поскольку я считаю, что нужно постоянно развиваться и повышать свою и профессиональную мировоззренность. А за деньги пригласили или так? Насколько я знаю, для людей, которые занимаются сегментами туристической отрасли, это будет бесплатно. Бесплатно. Но думаю, что этот вопрос стоит узнать уже в министерстве. Ну вот сейчас закончатся большие выставки, на которые представители министерства уехали, поездка в Китай. Я думаю, что мы обязательно пригласим, конечно, чтобы получить такую всеобъявляющую карту. Да, тем более, что уже 30 апреля, насколько я знаю, была презентация нового туристического сезона. И к этой, видать, тоже превращено большое количество различных событий. Антон Касанов со своим особым мнением в нашей программе. Вот поездка в Китай. Хотелось бы там побывать? Вместе с делегацией, а не просто. Ну, вообще, я думаю, что задача всех людей, мыслящих, развивающихся, это обмен опытом, это посещение новых стран, это, например, нормально. И, наверное, я бы хотел побывать в Китае, хотя каких-то практических шагов для того, чтобы это сделать, никогда не было. Но, на мой взгляд, Китай – это быстро развивающая страна, в которой у нас сейчас установлены какие-то связи, достаточно обширные, учитывая текущую геополитическую ситуацию. И уровень инвестиций, насколько я знаю, растет именно Китая сюда. И, на мой взгляд, конечно, это очень перспективное такое направление. В принципе, китайцы, они ездят активно, особенно по красным линиям туризма. Вот, расскажи, пожалуйста, про это, потому что я знаю точно, что Алексей Александрович Вершинин брал с собой материалы, представленные нашими туристическими агентствами-операторами, местными кировскими, переведенными на китайский язык. В частности, вот Ашет, известная, которую мы здесь тоже представляли, рассказывала мне руководитель этого направления, что они посылали свои такие буклеты. Что может быть привлекательного для китайцев у нас здесь? В первую очередь, всегда обсуждается это все в контексте красного туризма, так называемого, потому что все-таки китайцы, ну, вы знаете, что коммунистическая идеология, это еще до сих пор главный вектор, несмотря на те капиталистические явления, которые есть у них в экономике. И поэтому вот города Ульяновск и этот красный поезд своеобразный, это как раз то, что их привлекает. И, насколько я знаю, китайцы активно ездят по ленинским так называемым местам. А ульяновцы этим пользуются? Они пользуются для привлечения как раз турпотока. И мы вполне могли бы это адаптировать, я знаю, что работа ведется. В частности, я слышал о том, что музей Дзержинского хотели бы восстановить в области, который существовал раньше, сейчас я не знаю, что с ним. А где он существовал? Тех местах, где он выбрал ссылку на северную бывшую вятскую губернию, скажем так. И мне кажется, что у нас вполне есть все возможности для того, чтобы это направление развить. Тем более, что в прошлом году как раз один из тех туристических маршрутов, вы помните, что было издано 6 буклетов по новым туристическим маршрутам, именно в рамках города Вятки Кирова. И один из них был как раз революционная Вятка, которая красная, оформлена была именно в советском стиле. А это с чьей подачи такой буклет был? Ну, в центре как раз развития туризма делалось 6 буклетов. Я один из тех людей, который над ним работал, то есть я писал тексты. Вот я поэтому и задаю этот вопрос. Я писал тексты. То есть это была вам поставлена задача или это вы предлагали, что обязательно должен быть такой, например, буклет? Ну, нам была поставлена задача сделать интересные 6 маршрутов. И мы уже посовещались, подумали и коллегиально решили, что такой маршрут должен быть. Поскольку вообще, в принципе, эта тема сейчас достаточно актуальна, именно учитывая вот то, что ориентация России на восток. И в целом людям достаточно интересно, потому что эти имена, они все до сих пор остаются очень звучными. А скажи, пожалуйста, вкратце, ты, конечно же, помнишь, что этот маршрут в себя включал, красный туризм. Ну, это, в принципе, те объекты в городе Кирове, которые связаны с революцией. То есть, условно говоря, те здания, в которых что-то важное происходило, или отбывали ссылку, известные какие-то люди. Я уже сейчас не помню точно, какой был маршрут. Это именно по городу Кирова. Но я думаю, что он очень может неплохо развиться, потому что, действительно, город наш всегда был кузнецей красных кадров. Сергей Миронович Киров родился здесь, и секретарь старина Поскребышев, и Вячеслав Михайлович Молотов, который в прошлом году был юбилей, как раз здесь и на Линск. Это тот город, который его, можно сказать, выносил и так далее. И поэтому, действительно, персонали очень много известных, и туристы их знают. Я думаю, что и на Востоке эти имена, по крайней мере, Вячеслав Михайлович Молотов, он известен всем. Спасибо за такую вот интересную справку. Антон Касанов особо мнение. Мы, конечно, сегодня говорим о привлекательности с точки зрения туриста нашего города и нашей области, потому что, ну, и за последнюю неделю скопилось очень много новостей, да и, собственно, это профильные такие вещи для Антона. Вот, интересно, сегодня целый день у нас об этом говорим мы. В частности, в первом части дневного разворота с Константином Сечихиным, членом общественной палаты, и Еленой Царевой, заместителем министра культуры, мы говорили о льготной плате за аренду старинных зданий в городе Кирове. Ты являешься одним из инициаторов этого проекта, этого предложения. Выдвигал это вместе с Константином Сечихиным на обсуждение общественной палаты, которая одобрила. Речь идет о том, чтобы плата была до 1 рубля за квадратный метр, льготная плата, при условии, что бизнесмены берут на себя обязательство восстановления, реставрации вот этого исторического здания. Там есть тонкости, сколько лет должно пройти до этой арендной платы и так далее. В пример приводили, сегодня я слушала разворот, в пример приводили проект подмосковный, проект губернатора, по-моему, в Московской области подмосковные усадьбы. Но мы-то помним, что и в Москве давным-давно пользуются такими методами. И с тобой, по-моему, даже как-то здесь обсуждали, что а уж на Западе так и давным-давно, и подавно, да, уже десятилетия. Почему ты считаешь, что сейчас настало время вот таким образом воспользоваться таким механизмом? Считаешь ли ты, что наши бизнесмены готовы платить такие вот, имея такую перспективу, забирать эти исторические здания? На мой взгляд, время уже давно настало. И, на мой взгляд, просто почему нужно это делать? Потому что главная задача – это сохранение нашего историко-культурного архитектурного наследия. Как это сделать? Нужно искать именно механизмы, возможности, искать какие-то практики в других городах. Конечно, здесь мы обратились к Москве, потому что в Москве, ну, так сложилось исторически, самые какие-то прогрессивные идеи, инициативы, они находят свое отражение. То есть, поскольку я общаюсь тоже с историками московскими, с экскурсоводами, москвоведами, я в курсе того, что у них там происходит. Например, могу рассказать, что сейчас в Мосгордуме, там как раз проходит второе же, по-моему, чтение, законопроект о том, чтобы запретить на территории Москвы снос всех зданий, построенных до 1917 года. То есть, по этому закону планируется сделать так, что все здания будут полный запрет, нельзя их сносить, но их можно приобрести, если они, например, на определенных условиях, да, не входят в реестр памятников, или взять в аренду и переделать их под свои, собственно, нужды с сохранением исторического облика. Но снести нельзя, то есть это в любом случае должно остаться. Поэтому там этому уделяется внимание, этому вопросу, и мы решили экстраполировать вот этот опыт на нашу Кировскую почву, и вот была создана такая специальная, так сказать, рабочая группа, которую возглавил Константин и один из главных инициаторов Мария Парфенова, секретарь общественной палаты. Очень позитивно к этому идею отнеслись в Министерство культуры и в Департаменте муниципальной собственности, то есть буквально в понедельник этот вопрос обсуждался, в таком достаточно большом совещании, но вот, в принципе, к нему отнеслись положительно. Посмотрим, какая будет реализация, что будет дальше. Конечно, здесь возникает вопрос, как будет реализовываться этот проект, готовы ли им заниматься представители бизнеса, но, в принципе, есть достаточно удачные примеры. Мы тебя хотели попросить как раз, потому что Константин Сечехин в дневном развороте сказал, что вот если бы Антон был здесь в этой студии, он бы рассказал об этих примерах. Ты у нас в студии, пожалуйста, расскажи, чтобы люди визуализировали себе эти дома. Да, вот на самом деле недавно была как раз доминитора градостроительная конференция, на которой кировские архитекторы представили свои планы реконструкции. Она очень ярко прозвучала, самые разные идеи. Они были у нас перед конференцией. Но смысл в том, что меня как раз там попросили рассказать про удачные и неудачные опыты реконструкции в исторической части города, потому что Антон конференция была посвящена как раз исторической части города в основном. И действительно есть достаточно интересный пример. Например, самый яркий – это дом Краткова Важенина. Дом Афанасия Важенина, вятского купца, построенный 1-й, 3-й, 19-го века. Он стоит на перекрестке улицы Орловской и улицы Казанской. Рядом с бывшей гостиницей, сейчас она называется Губерская. Раньше дом колхозника назывался. Вот этот дом, он долгое время находился в стадии реконструкции. Мы ходили, когда у нас был первый сезон пешком поведки, мы у него с Стасом Суворовым долго думали, что же с ним будет. Потому что как раз тогда еще обсуждалось строительство торгового центра «Диван» или «Крым». И думали, что вот сейчас там инвестору продали или отдали в аренду дом. И что с ним будет дальше? Непонятно, сколько этажей появится. Это у самого Гагаринского парка. Но инвестор, он полностью перестроил дом с сохранением дореволюционного облика, дореволюционной планировки. И сравнивая с теми фотографиями этого дома, которые были до революции, практически сложно отличить. То есть очень внимательно человек отнесся к этому зданию, его облику. А мы знаем, кто это делал? Да, его зовут, его фамилия Резуник. Причем это достаточно такой известный бизнесмен. Насколько я знаю, здание бывшего кинотеатра «Восток» тоже сейчас находится в его собственности. То есть тоже что-то будет с ним он делать? Да, тоже поговорили, что он будет высокий. Но там, по-моему, исторической ценности-то особо вообще никакой нет. Ну да, это здание, которое построено в 60-е годы прошлой веке. Вот такая коробочка просто и все. Ну вот здесь-то в данном случае он повесил табличку на этом здании, причем там текст дублируется на английском и на русском. И там написано в первой части текста, что вот такое-то здание, идет историческая справка, краткая, а в конце написано, что предприниматель имя, фамилии, отчество, такое-то в 2014 году отреставрировало здание с целью сохранения культурного наследия в образе близком дореволюционном. Очень хорошо. Ну что, по-моему, это вполне нормальный пример. Я хочу сказать, что, может быть, кому-то кажется, что я там рекламой какой-то занимаюсь. На самом деле нет. Я искренне благодарен этому человеку. Точно так же восстановленный дом на Московской 32. Это вот здесь на Театральной площади, бывший трамп-пункт. Трамп-пункт, да. То есть тоже полностью здание отреставрировано в дореволюционном обличии. Мы разместили там музей дома Калошина, который проект мы осуществили вместе с тем учреждением, которое там сейчас располагается. То есть там не только реставрация произошла, но еще и внутреннее наполнение учло то, что... Мы общались с дирекцией этого учреждения. Они сказали, что поскольку они теперь там квартируют, они бы хотели, чтобы это здание все-таки отражало тот длительный исторический период, который оно существует. А оно в аренде, это здание? Или оно частным... Поскольку я знаю, они арендуют это у частного инвестора. Они арендуют у частного инвестора, который отреставрировал это здание. Правильно я понимаю? Кстати, архитектор Константин Павлов. Мы много его ругаем, но вот здесь он... Ругаем за высотки, да? За Казанску 32 и 34. Но здесь на улице Московского сделают шум. Он делает проекты. Ну, творческая личность, что сказать. Да, кто их реализует, при каких условиях, понятно. Еще ведь есть один хороший пример. Это перекресток Герцена и Казанской. Угловое такое здание. Герцена 1, да. Да, он тоже вполне прилично отреставрирован. То есть осталась стена. Я помню, как это все сносили. Но выглядит это очень гармонично и вполне... Да, здание... Это тоже один из хороших примеров. Здание буквально пару лет назад было отреставрировано. Это доходный дом Петра Москвитинова, 1817 года постройка. Очень значимое здание. Там квартировала в 1855 году Наталья Николаевна Ланскаевдова Пушкина. И это здание раньше было просто ужасно. То есть там жили бомжи, оно было в руинах. Я помню, в 90-е годы в нем выходило страшно было просто. И примеров таких они есть. То есть нельзя говорить, что все плохо. И этот механизм... А что плохо? Ты говоришь, что есть эти еще плохие примеры. Плохие примеры, когда частный инвестор брал дом и делал себе что-то плохое. Ну, такие примеры есть. Например, я могу сказать, что здание, которое стоит рядом с хлебозаводом на улице Воровского, если вы пройдете мимо, обнаружите, что там табличка написана. Реконструкция исторического дома. Дом тоже 1-й, 3-й, 19-го века построен. Но там ничего от старого дома вообще не осталось. Там построен капитально новый дом. То есть такие примеры, они негативные. Потому что человек, наверное, брал это здание под какие-то обязательства, сохранить его исторический облик. Но ничего старого там нет. То есть это просто новодел. Абсолютный новодел. И поэтому вот тот свод правил, который готовится, совместно с Министерством культуры, там должно быть все четко прописано, что как конкретно будет сохраняться облик здания, таких вот вещей, чтобы не случилось. Понятно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу буквально. Или есть у нас? Есть 2 минуты. Мы уложимся в 2 минуты. Как раз хотела обратить внимание на то, что члены комиссии по вопросам экономики общественной палаты рекомендовали областным и городским властям создать перечень объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии, которые можно передать в аренду. Я цитирую по нашему сайту. Ты хотел бы принимать участие в составлении такого перечня? И пригласили ли тебя? Ну да, мы общались с Еленой Саревой. То есть, соответственно, обязательно я тоже приму участие в этой работе, потому что мы давно уже занимаемся именно составлением каких-то таких сообразных перечней. То есть, например, мы хотели сделать проект по деревянным домам, то есть посчитать, сколько дореволюционных деревянных домов осталось на территории города. А это возможно сохранить вообще? Ну вот это уже другой вопрос. То есть деревянное зодчество – это очень сложная штука. На самом деле есть технологии сохранения. Например, есть комплексная программа в некоторых городах по сравнению к хранению деревянного зодчества. Возьмем, например, город Томск. Там принята несколько лет назад программа, по которой они вот эти дома сохраняют и используют их в качестве туристической привлекательности. Это очень интересный опыт. Это тоже нужно сохранять. Но у нас бытует мнение, что все деревянные дома – это что-то совершенно отвратительное. То есть их путают с бараками, например, сталинскими, еще с чем-то. Но есть действительно любопытные примеры деревянного зодчества. И у нас был проект такой, просто мы хотели все их описать с исторической, в первую очередь, точки зрения, создать такой своеобразный реестр. На Перекрестке Орловского и Баладарского есть потрясающий деревянный дом с какими-то китайскими башенками. Да, это чайный домик, так называемый. Который разрушается. К сожалению, он тоже там приговорен к сносу. Вот, к сожалению. Вот так получается. Но это дом с очень яркой лепниной, которую делала бригада Джимухадзе. Георгий Джимухадзе – очень известный революционный художник. И поэтому мы тоже примем в этом участие, поскольку у нас есть какие-то наработки. Но почему решили идти не снизу, не то, что мы предлагаем какой-то реестр домов сверху, потому что там разная собственность. Муниципальная есть частная собственность, областная, федеральная. Поэтому лучше, если это сделает именно министерство. Ну, а мы чем сможем, поможем. Потому что, еще раз повторюсь, хотелось бы что-то сделать для того, чтобы эти исторические объекты, они сохранились и радовали нас, жителей города, используясь в турктическом тоже каком-то отношении. Антон Касанов – историк, член общественной палаты, автор проекта «Пешком повятки». С своим особым мнением у нас в студии через две минуты мы вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается на нашей волне. У микрофона Светлана Занько и со своим особым мнением Антон Касанов – историк, член общественной палаты, автор проекта «Пешком повятки». Много шума вокруг колеса, так бы я сказала. Вот уж я не знаю, как в детстве называл ты это колесо, колесом или обозрением мы называли его чертовым колесом. Я не знаю, почему поднялся такой шум активный, но ты тоже отметился в этой дискуссии, которая идет, заметим, почти полностью эта дискуссия в интернете идет. Поскольку в ней участвует наш спикер, мы не можем обойти эту тему, и поэтому ее поднимаем практически каждый день. Это насчет установки колеса обозрения на театральной площади. И шум только вот начинается. Надо сказать, что колесо обозрения – это не отдельно какой-то взятый объект. Это объект, который является началом никого пока широко неизвестного авиатского променада. Я ничего не знаю про авиатский променад, кроме того, что примерно представляю, как он должен пройти. Это вот театральная площадь, улица Карла Маркса, выходящая на улицу Спаску, и дальше до Казанской. Все. Во-первых, чего все расшумелись, Антон. Как ты считаешь? Ну, вы знаете, во-первых, на мой взгляд, все расшумелись-то из-за чего. Потому что для всех это стало каким-то сюрпризом. Я думаю из-за этого. Ну, потому что люди, они живут в этом городе, наверное, испытывают к нему какие-то чувства, разную гамму чувств, разный спектр, от позитивных до негативных, и людям хочется, наверное, принимать участие в жизни своего города, знать, что с ним будет дальше, и понимать, что будет происходить с теми общественными пространствами, которые люди используют в своей жизни. Поэтому они обсуждают колесо, потому что оно станет все-таки не где-то там, на площадке частного инвестора, а в самой главной точке города, в его самого сердце. Поэтому, конечно, люди хотят понимать, что происходит, и как они могут поучаствовать в этом всем мероприятии. То есть ты считаешь, что реакция такая, даже тех людей, которые говорят, что нельзя, рядом с театром, на театральной площади и так далее, она могла бы быть другой, если бы не поставили перед фактом, и сказали, что все, уже там утверждено. Полагаю, да, потому что, вы понимаете, есть определенный процесс, от идеи, потом к обсуждению, потом к принятию решения. То есть это достаточно опробированный давно, понятный процесс, который мы видим на примере застройки города. То есть сначала возникает идея, она проникает в средства массовой информации, они доносят от людей, люди формируют свою позицию, приходят на общественное слушание. Да, можно много говорить про характер общественных слушаний, он бывает разный, но люди высказываются, их предложения, замечания фиксируются, просятся какой-никакой все-таки опрос общественного мнения, и потом выносится решение главу администрации, еще кем-то, комиссии, городской думе и так далее. Здесь этот процесс связывался к тому, что сказали, что вот будет такое вот у нас мероприятие, колесо поставят, и 14 апреля аукцион. В принципе, то есть мы видим, что большую часть этого процесса пропустили. Все. Самому-то тебе нравится этот объект на этом месте? Ну, смотрите, я вообще считаю, что появление такого объекта, колеса обозрения в нашем городе, это, безусловно, позитивная идея, потому что, ну, люди любят колеса обозрения, такие вот, аттракционы и так далее. Поэтому, наверное, это здорово, что появится такой новый объект. Но то, что касается именно места размещения, здесь это очень дискуссионный вопрос. Я могу лично сказать, как я мыслю, все-таки я историк, у меня свое личное какое-то сознание, свое мировоззрение, свое на это счет мнение. Вообще, вот колеса обозрения появились в конце 19 века, и первоначально они выставлялись на различных ярмарках, выставках и экспозициях. Они были съемные и перемещались из одного места в другое. В Советском Союзе вот это получило очень большое распространение, и колеса обозрения появились в большом количестве городов, в первую очередь в областных центрах, и пример тому город Киров, где было два, насколько я помню, колеса обозрения, одно в Зречном парке стояло, а другое в Александровском, а потом еще прибавилось в парке имени Сергея Мироновича Кирова. Но мне нравится советский опыт, именно урбанистический, в том плане, что территория города была разделена на строгое зонирование, на строгие зоны. То есть было четкое понимание, что в каждом районе есть по одному рынку, и там проводятся различные торговые операции. Не 50 торговых центров в одном районе, где нет целесообразности в этом, только есть рыночная конъюнктура, а конкретно именно ориентация на потребительские какие-то вот такие вещи. То же самое касается городских площадей. Городские площади должны были стать, и они стали центром административным и центром культурным. А центром развлечений и различных увеселительных площадок стали городские парки. Поэтому, на мой взгляд, здесь все было достаточно очевидно. Есть разные зоны, и каждая зона не пересекается друг с другом. Только, может быть, на праздники, если какие-то масленичные гуляния, то, конечно, вполне уместно было, и это проводилось на главной площади города. Что касается театральной площади, то ее история, она тоже весьма любопытна в этом отношении, в плане зонирования, потому что первоначально, в начале 19 века, эта площадь формировалась как центра торговли, как хлебная площадь. Потом так получилось, что эта площадь не получила развития в данном амплуа, и в 1977 году, когда был построен первый городской деревянный театр, площадь стала формироваться как культурный центр. Чуть позже там был разбит сквер, сквер имени Николая Васильевича Гоголя, или известный в народе как театральный сквер, и, собственно, это стал культурный центр. Это сквер имени Гоголя? Ну, раньше он назывался сквер имени Гоголя официально от городского формата. Ничто не намекает на то, что это сквер имени Гоголя. Но потом это название изменилось, когда, особенно в советское время, разбили два разных сквера, а старые убрали. И в советское время, соответственно, в 30-е годы архитекторы наши замечательные, Евгений Громаковский, Никита Козлов, Иван Павлович Чарушин, проработали над проектом новой площади города, то есть была старая, старый административный центр, кафедральная площадь, или Соборная, которая располагалась на месте нынешнего стадиона Динамо, она превратилась в спортивный центр. А, соответственно, новым административным центром стала вот эта бывшая хлебная площадь, или театральная, где разместились как раз учреждения Дом Советов, так называемый, построенный в конце 40-х годов, но его проектирование началось в 30-е годы. В 30-е же годы построен был Драмтеатр и другие административные здания, которые потом перешли Политехническому институту, и к 1970 году площадь сформировалась как таковая. Это был административный и культурно-образовательный центр. На мой взгляд, все было вполне логично. И с 70-го года никаких изменений кардинальных на этой площади не было. На мой взгляд, не знаю, мне кажется, что не очень уместно там, может быть, оно будет смотреться, но, опять же, это мое личное мнение, потому что я читаю различные дискуссии, и люди говорят, что нужно оживить площадь, создать там какой-то центр движения какого-то общественного, культурного. Не знаю, такое место имеет быть, я вполне считаю, что могут быть разные мнения. На самом деле, я вот читала комментарий буквально вчерашнего Валентина Пугача, ректора, опорного нашего вуза, который, в общем, не имеет ничего против, особенно вчера в нашем эфире министр культуры говорил о том, что тоже не видит никакого криминала, визуально, если оно там появится. Я могу сказать, что просто я рассматриваю с точки зрения своей личной эстетической какой-то составляющей, то есть люди, которые пишут, что на театральной площади нужно внести какое-то оживление, нужно создать там центр гуляния, еще что-то. Они имеют право так говорить. Что касается меня, то мне нравится современное состояние площади, мне нравится эта монументальность архитектуры 30-х годов и чуть более позднего периода. Мне нравятся эти здания, четкие линии, по которым они поставлены. Это особая эстетика, и мне она симпатична. Я люблю приходить на площадь, у меня там начало есть некоторых экскурсий, экскурсионных маршрутов, и там все очень четко, все очень спланировано, и это была одна из хороших очень задумок, которая была счастлива в нашем городе, там все именно в том плане, в котором планировалось сделать. Поэтому, не знаю, это спорный вопрос. Ты знаешь, вот я смотрела презентацию Глянского променада, ну, в частности, этого конкретно колеса, обозрения, я глаз не могла оторвать от презентации, поясню почему. Потому что, ну, настолько ровные были дорожки, и площадь красивая, настолько замечательные газоны, ухоженные, прекрасные, и перспектива зеленая, которая за колесом открывалась, там ведь нет домов дальше, там есть деревья, деревья, деревья и дальше. Пошла линия. Что если бы авторы этого проекта, задумавшие Вятский променад, про который мы ничего не знаем, только ждем, что они все-таки нам позвонят или откликнутся на наше предложение, придут и расскажут про этот проект, хотелось бы услышать. Если бы они попутно с колесом, извините за наглость мою, может быть, такую, но сделали еще и площадь, на которую города никогда не хватает денег, пусть себе и ставят, там, честное слово. Ну, это ваше мнение, я уважаю. Мои пять копеек. Мнения бывают у всех разные, в этом и заключается именно плюрализм, что можно говорить на самые разные темы. Ну, вообще интересно, да, странно, хотелось бы все-таки услышать, чем это обосновано. Ну, может быть, есть такие, действительно, опыты в других городах, но, вы знаете, я посмотрел в других городах, нигде я не нашел, чтобы на главной площади города стояло колесо обозрения. То есть, как правило, колеса обозрения остаются по-прежнему в парках, то есть, сохраняется эта советская традиция и новые колеса обозрения, которые были поставлены последние годы, они тоже стоят в парках. Более того, в Воронеже нашел прецедент, хотели там в городском парке построить колесо обозрения и американские горки, жители соседних домов выступили с инициативой в мэрию, собрали подписи, организовали общественные слушания насчет того, что не стоит это делать, потому что это создаст дискомфорт для жителей соседних домов. И в данном случае мы опять же возвращаемся к вопросу именно учета мнения граждан, потому что в последние годы у нас очень много говорилось о том, что патронализм это ужасная вещь, что люди не хотят участвовать в жизни своего города, но сейчас мы видим, что люди хотят это делать, они ходят на общественные слушания, выражают свое мнение в интернете, как бы кто ни относился к социальным сетям, это все-таки место, где можно вести тоже учет общественного мнения. Поэтому я расскажу, что было в общественной палате в понедельник, дело в том, что с утра обратилась женщина ко мне и в общественную палату, и она сказала, что хотела бы этот вопрос обсудить с колесом, то есть она прочитала газету про город и узнала там про это. И как раз вечером собралась комиссия по экономике, которая отвечает из-за градостроительства, и вот эта женщина оказалась, что она состоит в общественной организации Союз матерей, или Союз детей, что-то такое, в общем связанное с детством. И она сказала, что вот у нее опасения про архитектурный облик города, она очень переживает, Алая Паруса, вот, например, ей не нравится, потому что они вносят дисбаланс в архитектурный облик города. Дома, которые были построены там на улице Угрицкого, Казанской и так далее, она сказала, что может быть как-то это учесть, почему вот нет сбора общественных мнений. В свою очередь, здесь можно сказать, что мэрия заявила о том, что в данном случае это не стационарный как бы объект, это не жилой дом, поэтому учет общественного мнения не должен проводиться, это чисто юридически. Но закон есть закон, он суров, но это закон, так еще в латинской поговорке говорилось. Но Дмитрий Курдюмов, в принципе, он сказал, что насколько есть закон в общественном контроле есть закон, то мы можем, как общественная палата, инициировать общественные слушания по данному вопросу, и, в общем-то, было бы голосование, все члены комиссии, это около 10 человек, проголосовали, чтобы провести эти общественные слушания. И я считаю, что это, по идее, это правильно. То есть, первоначально должны быть проведены какие-то дискуссионные мероприятия, чтобы люди смогли высказаться, потому что они живут в этом городе, и они хотели бы тоже влиять на то, что здесь происходит. Хотя я понимаю, что мы живем при капитализме, и больше всегда влияние имеет тот, кто обладает денежными финансовыми средствами. Но тут ничего не поделать, это закон, по которому существует мир сейчас. Вот такая точка у нас в сегодняшнем особом мнении. Мне очень жаль, что мы не успели с тобой обсудить новость, которая, не знаю, наверное, тебя тоже расстроило, о том, что организаторы фестиваля кино «Десять вечеров» решили отказаться от этой идеи. Очень жаль. Очень жаль. Но мы как-нибудь еще обсудим, потому что тема не закрыта, и есть надежда, что... Я надеюсь, что они обязательно что-нибудь придумают. Спасибо, Антон Касанов. В программе «Особое мнение». Я Светлану Заньку прощаюсь с вами. До свидания. Продолжение следует...